Продолжим тему с заводделом Центра общественного контроля здравоохранения при Минздраве Азербайджана Инарой Макаевой. Она на прямой связи с нашей студией. Инар Ханом, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Инар Ханом, уже два дня как количество выздоровевших превышает количество заразившихся инфицированных коронавирусом. Как бы вы прокомментировали вот именно эту динамику? Ну, как я говорил и раньше, потихонечку мы все-таки с этим всплеском, который у нас сейчас наблюдался, мы пытаемся справиться. Хочу поблагодарить всех наших людей, что они нас всех слушают, все-таки носят везде маски, держат дистанции, не ходят в общественные места, потому что это очень тоже важно. Как вы знаете, у нас на территории еще продолжается карантин. Это все карантинные мероприятия. Но то, что сейчас уже выздоравливают больше, это говорит о том, что потихонечку мы выпрямляем нашу ситуацию. И если так пойдет дальше, то, естественно, мы потихонечку, потихонечку спустим, я надеюсь, заражения будет еще меньше. Поэтому, во-первых, у нас еще вакцинация тоже продолжается усиленными темпами. Это тоже очень-очень нас радует. Вакцина у нас пока есть. Иновак, это коронавак. Продолжаем все делать. 40+. Министерство образования прививает своих. Министерство нефтегазовое прививает своих. И там уже с 18+. Поэтому потихонечку все двигаемся вперед. Я надеюсь, что мы справимся в этот раз тоже. По крайней мере, ситуация в больницах не такая тяжелая. То есть в больницах тоже все справляются. Поэтому нас это тоже немножко всех радует. Скажите, ну вот вы упомянули про вакцинацию и про Синовак. То есть коронавак он называется от компании Синовак. Это вакцина. Будут ли подключаться другие вакцины других производителей в Азербайджане? И как скоро это произойдет? Да. Ну, как мы и раньше говорили, то есть 4 миллиона доз коронавака как бы было закуплено нашей республикой, нашей страной. Но вы знаете, что нам привезли Астразенеку. Но там пока не так много доз. И пока мы еще не пришли к однозначному мнению, когда будем, когда начнем и что будем делать. Но пока у нас есть вакцина. И пока она очень даже хорошая. И действует очень хорошо. И она качественная. 91% ее коэффициент справляемости с вирусом. Поэтому пока будем продолжать прививаться ней. Как только будут дополнительные у нас данные по поводу, когда мы начнем прививаться другими вакцинами, мы скажем. Иннархом, 91% вы упомянули эффективность. Это данные по нашей стране? Потому что в разных странах по-разному эффективность проявилась. Это данные по Азербайджану? Значит, смотрите. В разных странах по-разному. Но пока у нас, да. Пока у нас 91%. По той статистике, которую мы получаем. То есть мы смотрим, кто уже первую и вторую дозу сделал. Кто среди них. Есть ли заболевшие или нет. Как они переносят. За этой всей статистикой все следится. И поэтому можно просто четко говорить, что да, 91%. По крайней мере, нету смертности. Это что очень важно. Даже если люди, которые кто-то после первой дозы заболел, кто-то после второй дозы заболел. Такое тоже может быть. Они все проходят в легкой форме. То есть мы поэтому и говорим, что для того, чтобы вакцина полностью стала действовать, должно пройти минимально 50-60 дней после того, как сделаешь обе дозы. Поэтому мы и говорим, первую дозу 30 дней следим за собой. Вторую дозу тоже 30 дней следим за собой. Но при этом продолжаем соблюдать все карантинные меры, которые у нас существуют на территории республики. Это обязательно. Пока носим маски, пока очень часто моем руки, пока держим дистанцию, пока не собираемся в общественных местах. И вот так как у нас сейчас у Руждух-Пайрамы тоже продолжается, то есть это месяц Рамазана, мы тоже просим со своей стороны, чтобы ифтар, когда открывали, не открывали в очень большом количестве, открывали каждый в своей семье. Это тоже очень важно сейчас все соблюсти для того, чтобы этот всплеск, который мы наблюдали вначале, чтобы он пошел на нет. То есть инорханом даже при условии вакцинирования первой или второй дозой расслабляться ни в коем случае нельзя, и надо уберечь себя и подождать. Да, это обязательно. Я благодарю вас, спасибо, что вы присоединились к нашему эфиру. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Напомню, что мы на прямой связи с нашей студией распространение коронавируса в Азербайджане мы обсуждали с Инарой Макаевой. К другим темам.